Сегодня выпускники сдают первый обязательный экзамен русский язык. В этом году было введено несколько новшеств. Эффективны ли они? В Нижнем Тагиле проходит приемка детских загородных лагерей. Готовы ли баранчинские огоньки к приему детей, выясняли наши корреспонденты. Несколько сотен любителей спорта выехали на улицы города в единый общероссийский день велопарада, чем запомнился заезд тагильчанам. Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Валерия Доброва, готовы рассказать о главных событиях минувших выходных и понедельника. По всей стране идет волна ЕГЭ. Сегодня выпускники сдают первый обязательный экзамен русский язык. В этом году главным нововведением итоговой аттестации школьников стали принтеры и сканеры на пунктах приема. Бланки заданий и ответов теперь не доставляются в конвертах. Насколько эффективны эти новшества, выяснял наш корреспондент Антон Исаев. Волнение выпускников перед экзаменом можно понять. Им предстоит решить задание двух блоков. Вопросы с открытым ответом и сочинение. Напомним, тестовую часть убрали из ЕГЭ в прошлом году. И после каждого учебного года в итоговой аттестации появляется что-то новое. Вот оно самое главное на введение компании ЕГЭ в этом году. Контрольно-измерительный материал будет напечатан непосредственно перед экзаменом. По словам организаторов, это минимизирует возможность заранее узнать задание. До вывода на печать контрольно-измерительный материал находится в закрытой электронной базе. Доступ к ней имеет только один человек. Член государственной экзаменационной комиссии. Ни сотрудники пункта приема экзамена, ни технический персонал не сможет самостоятельно распечатать задание ЕГЭ. Система закрыта от посторонних. В этом году технологичный такой вот экзамен, потому что член ГЭК подключает флешечку свою, называет свой пароль или набирает свой пароль. И только тогда активируется система. После завершения экзамена банки ответов будут отсканированы в штабе пункта за закрытыми дверями. Данные будут отправлены в Екатеринбург. Именно там и будут проверяться. Как говорит руководитель пункта приема, это существенно облегчает работу на местах и ускоряет весь процесс. Вся вот эта бумажная работа, она переведена на технологическую основу. То есть работаем только с информационными носителями и интернет-ресурсами. Результаты ЕГЭ станут известны примерно через две недели. Другой обязательный предмет математику на базовом уровне тагильские выпускники будут сдавать 2 июня. На профильном 6 июня. Среди предметов по выбору самым популярным в этом году стало общество знания. Антон Исаев, Вадим Усков, Егор Игошин. Новости Тагил-ТВ. В Свердловском отделении «Единой России» плановая проверка. Мероприятие проводят представители Центральной контрольной комиссии партии и передает пресс-служба политической организации. Как сообщил информагентство «Новый город», председатель Нижнетагильского отделения «Единой России» Александр Маслов, визит комиссии плановый. О нем было известно еще в начале марта. Проверка будет проходить в Свердловской области в течение четырех дней. В последний раз подобная инспекция была в 2012 году. Заведовать строительством и дорогами в Свердловской области будет новый вице-премьер. Губернатор Евгений Куйвышев сегодня назначил Сергея Швинта на пост заместителя председателя правительства Свердловской области, курирующего вопросы комплексного развития дорожно-транспортной сферы и строительства в области, в том числе подготовку к чемпионату мира по футболу. С 2011 года Сергей Швинт был первым заместителем главы администрации Екатеринбурга. Напомним, до этого пресловица-премьера занимал Валентин Грипас. Он ушел в отставку по собственному желанию неделю назад. Парковку на газонах надо искоренять. В этом вопросе можно и нужно перенимать опыт других российских городов. Об этом сегодня заявил Сергей Носов в ходе рабочего совещания с главами районов. О мерах борьбы с постоянными стоянками на зеленых насаждениях наш корреспондент Антон Исаев. 700 протоколов за прошлый год было составлено по фактам неправильной парковки. Общая сумма штрафов – более миллиона рублей. Однако денежные штрафы не пугают автолюбители, и они продолжают оставлять свои машины на газонах и зеленых насаждениях. Выявлять подобные факты позволяет непосредственная работа на месте. По поводу для составления административного протокола у нас являются разные источники. Это как и само непосредственное обнаружение квартальными, либо городской контроль, либо сейчас жители очень активно пользуются своим правом, они вызывают сразу же ГИИ, полицию. Помимо оплаты штрафа за неправильную парковку, автовладелец обязан возместить ущерб. Санкции могут коснуться как физических, так и юридических лиц. Конкретные суммы сегодня на совещании назвал начальник управления городским хозяйством администрации города Владимир Юрченко. За порчу деревьев 9762 рубля, для кустарников 10 метров изгороди 3241, для газонов искусственных, газонов естественных от 1900 до 2100. За 100 квадратных метров. Нижнему Тагилу нужно перенимать опыт других городов в борьбе со стоянками на газонах. В качестве примера Сергей Носов привел Казань. В столице Татарстана недавно ввели следующую практику. Жители могут просто сфотографировать припаркованный на газоне автомобиль и отправить снимок в местный городской контроль. Штраф за это автовладельцу будет выписан даже без выезда на место. Где найдено эффективное решение, как они утверждают, о борьбе с парковкой на газонах. У меня вопрос такой, если в Казани найдено, мы что, значит, даже мы найти не можем, но хотя бы, значит, попросить поделиться опытом или изучить опыт передовой, можем ли это? Однако только с санкциями проблему парковок не решить нужно комплексное решение. В частности, выделение конкретных стояночных мест у жилых кварталов. Прежде планировки в большинстве дворов не предусматривали такого большого количества личного автотранспорта у жильцов. Управление архитектуры и градостроительства сейчас решает этот вопрос. Надо, естественно, решить главный вопрос. На чьи деньги притворять задуманное в жизнь? Антон Асаев, Михаил Крюков, Александр Штраух, Егор Игошин. Новости Тагил-ТВ. Через несколько дней начнется летняя оздоровительная кампания. Тысячи школьников за три летних месяца отдохнут в загородных лагерях, приемка которых идет полным ходом. Сегодня комиссия побывала в Баранчинских огоньках. Готов ли лагерь к сезону, расскажет Наталья Филимонова. Баранчинские огоньки – одно из любимых мест отдыха школьников. Но прежде чем дети переступят порог детского лагеря, территорию, жилые помещения и другую, инфраструктуру проверяет специально созданная комиссия. Первое, на что обращают внимание специалисты – устранение ранее выданных предписаний. Одно из них касалось возможностей кухни. В прошлые сезоны выпечку приходилось привозить. Сейчас в этом нет необходимости. Хорошо, что когда приобретается новое оборудование, в том числе и пекарский шкаф, это необходимо для того, чтобы, если раньше продукцию они завозили уже, скажем так, с основного производства, то теперь всю выпечку они могут готовить здесь на месте. И дети будут есть более свежие, скажем, и качественные продукты. Это, наверное, здорово. Стала краше и территория загородного лагеря. Новый асфальт под ногами сразу бросается в глаза. Появились на площадках и установки для уличной гимнастики. В подготовке к летнему оздоровительному сезону 2016 года Евраз МТМК приобрел спортивный комплекс и воркаут для двух разных возносных категорий. Один из которых расположен за нами, второй у корпуса номер 12. Помимо этого, на территории паранетических гоньков были отремонтированы асфальтные покрытия, то есть пешеходные дорожки и внутренние дороги к столовой. Также был установлен металлический забор. Ежегодно капитально обновляются несколько корпусов. В остальных проводится текущий ремонт, рассказывает Иван Демиденко. В рамках подготовки детского зрительного корпуса именно к летнему оздоровлению у нас ежегодно по два корпуса проводится внутренний ремонт помещений. Это покраска стен, подштукатуривание, замена обоев в таком виде. Это каждый год по два корпуса. Мы их проверяем, просматриваем на самые наихудшие корпуса к концу сезона, которые потом определяем и ремонтируем. Ну и вообще, когда созданы более комфортные условия, детям это, конечно же, приятно. И хотелось бы, чтобы наши все лагеря были оборудованы, скажем так, как можно лучше. После комплексного осмотра детского лагеря состоялось совещание, на котором было принято решение о предстоящем заезде детей на первую смену. Детский лагерь «Баранчинские огоньки» к сезону готов. Уже послезавтра сюда заедут 210 детей. Всего за летнюю оздоровительную кампанию здесь побывают 840 школьников. Наталья Фельмонова, Любовь Шевченко, Сергей Иванов. Новости Тагил-ТВ. Детские рисунки украсили два дома в Нижнем Тагиле. Город присоединился к всероссийскому благотворительному проекту «Поколение М», который проводится в преддверии Международного дня защиты детей. Эскизы, созданные юными художниками, принесены на фасады домов номер 76 и 82 по улице Горошникова. Отбирались рисунки онлайн-голосованием. Наибольшее количество баллов получили работы учащихся детской художественной школы номер 2 Софьи Макаровой и Ксении Григорьевой. Именно их картины художники мастерской Кубива принесли на здание. Ранее представители этого творческого сообщества «Кодню Победы» расписали торцевую сторону одного из домов на перекрестке улиц Октябрьской революции и проспекта строителей. Подопечные социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ленинского района получили подарок «Кодню защиты детей». Художник Валерий Кириковцев организовал выставку своих работ. О благотворительной акции любителя живописи наш следующий сюжет. Валерий Кириковцев – художник-любитель. Предложение выставить свои работы в Центре для детей, оставшихся без попечения родителей, стало для него неожиданностью. Тем не менее, он принял его и отобрал с учетом возраста зрителей 16 произведений, которые развесили в группах спальнях фойе учреждения. Я пошел на встречу с удовольствием, очень рад. Несмотря на то, что, наверное, все-таки немаловажно, что здесь у нас представители – это дети. А для детей я считаю, что это в первую очередь показать свое творчество. Для социально-реабилитационного центра это первый опыт подобного сотрудничества. Помимо организации выставки, художник согласился провести с подопечными занятия по рисованию. Оно прошло в филиале номер 7 Центральной городской библиотеки. Валерий Кириковцев показал, как, используя нехитрые приемы, можно сделать этот процесс увлекательнее. У нас дети живут оставшиеся без включения родителей. Для них это очень важно. Это и внимание к детям, это и развитие у них таких навыков, как фантазия, мышление, творческое мышление, а также развитие их интеллектуальных черт. Дети остались довольны общением и попросили о новой встрече. Договоренность достигнута. Картины будут украшать помещения центра в течение полугода. Одну из них художник решил передать учреждению в дар. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Егор Егошин, Новости Тагил-ТВ. Сквер на территории детского дома номер один пополнился новыми деревьями. Помочь воспитанникам в посадке саженцев вызвались шефы образовательного учреждения. Представители 18-го отдела полиции, сотрудники пожарной части номер 11, ветераны Нижнетагильского металлургического комбината и общественники. В итоге на участке возле здания детского дома появилось более 30 молодых деревьев – липы, рябины, яблони и сливы. Отметим, акция проводится второй год подряд и становится доброй традицией. Тагильские психологи стали обладателями гранта, направленного на помощь приемным семьям. В Центре семейной терапии и консультирования Нижнего Тагила разработали проект «Справиться с тяжелым». Его цель – преодолеть эмоциональные травмы в семьях, которые усыновляют сирот. Программа попала в число 25 победителей конкурса, объявленного благотворительным фондом «В ответе за будущее» и Центром поддержки и развития филантропии КАФ. Каждый проект получит финансирование на сумму от 500 тысяч рублей до полутора миллиона. К другим новостям. Матвиенко предложила выпускать ценные бумаги регионов. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает за то, чтобы наладить в субъектах выпуск ценных бумаг для привлечения средств на программы регионального развития. В частности, речь идет об облигациях документов фактического займа, когда субъект Федерации не будет брать кредиты в коммерческих банках, а просто выдавать долговую расписку. С продолжением денежной темы наша постоянная рубрика «Экономика и финансы». Последнюю весеннюю неделю рубль начинает разнонаправленно. Центробанк понизил официальный курс бивалютной корзины. Доллар США прибавил 4 копейки и стоит сегодня 66 рублей 4 копейки, завтра 66 рублей 8 копеек. Единая европейская валюта напротив просела. Сегодня за евро просят 73 рубля 84 копейки, завтра 73 рубля 49 копеек. Самый выгодный курс продажи доллара США на выходные в банках Нижнего Тагила – 66 рублей 27 копеек. Покупки – 65 рублей 51 копейку. Единую европейскую валюту можно приобрести за 73 рубля 69 копеек. Реализовать за 73 рубля ровно. Выпуск продолжит новости спорта. О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. В Нижнем Тагиле состоялся масштабный заезд велосипедистов. Мероприятие впервые провели в рамках единого дня велопарадов в России. Воскресное утро для Дарьи Захаровой началось в 7. Она торопилась на велопарад, к участию в котором впервые подключился Нижний Тагил. Из Дзержинского района Дарья на велосипеде добралась до физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский». Именно оттуда стартовали участники акции. Велосипед очень плотно вошел в мою жизнь около трех лет назад. И теперь я ни дня без него не провожу. И дела делаю, и с ребенком катаемся, и просто гуляем. То есть у меня все друзья сидят на велосипеде. Поэтому у нас очень хорошо получается велопрогулки. О велопрогулках с удовольствием рассказывает и Александр Ульянов. Как только у него появился двухколесный друг, окрестности города были изучены досконально. Велосипед для меня это очень много. И хобби, и увлечение, и спорт, и способ общения с другими. Это просто, когда купил велосипед, у меня открылось столько возможностей. Появилось столько друзей. Я узнал о круге Нижнего Тагила. Столько замечательных мест. Мы живем в Нижнем Тагиле и не знаем, что в шаговой доступности есть столько красивых мест. Одним словом, в велопараде, который впервые прошел в Нижнем Тагиле, приняли участие настоящие ценители езды на велосипедах. К акции присоединились сотни тагильчан. Город Нижний Тагил присоединился к числу городов, в которых эта акция пройдет. Сегодня велопарад у нас проходит и соединяет таким образом несколько районов города. Из Тагилстроевского района мы едем через Ленинский, в Дзержинский. И, в общем-то, это как раз показывает единение нашего города, единение наших людей. Мы уже четвертый год проводим различные велосипедные мероприятия. Мы много провели уже пробегов и приуроченных к Дню города, к Дню молодежи, к открытию велосипедного сезона. И в этом году мы, в общем-то, уже открывали велосипедный сезон большим велопробегом, в котором тоже приняло участие примерно около 300 велосипедистов. Организаторы надеются, что единый день проведения велопарада в России станет доброй традицией и в Нижнем Тагиле. Наталья Филимонова, Любовь Шевченко, Сергей Иванов. Новости Тагил-ТВ. Такова была информационная картина дня. Мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51 или пишите на сайте tagildefistv.ru. Всего доброго. Спасибо за внимание. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207.